В двери позвонили. Сотрудники реабилитационного центра вышли за ворота и обнаружили вот эту коробку. В ней были теплые покрывала, рожок с молоком, две банки детского питания, игрушечный шарпей и еще две неведомых зверушки. Думал, щенят подкинули. Открываю, нифига не понимаю. Оказалось, медвежата. Судя по размеру, белым детским воротничкам и потому, что глаза еще не открыты, им не больше двух недель от роду. Даже имена для них пока не придумали, потому что не определить пол. Малыши упитанные и активные. Видно, что за ними ухаживали, но, скорее всего, не мать. Медведица ни при каких условиях не отдаст малышей, если она жива. Но как она погибла, друг браконьеров или не выдержав условия проживания в частном зоопарке, неизвестно. У специалистов по уходу за животными много вопросов к предыдущим хозяевам медвежат. Но на лиховой машине, из которой к дверям реабилитационного центра вынесли коробку, даже не было номеров. Поэтому, в принципе, те граждане, которые содержали их, они подлежат штрафу за незаконное содержание диких животных. Штраф минимальный, то есть там порядка 500 до 1000 рублей. Спустя полгода медвежат выпустят в Карельскую тайгу. Вот здесь и следует ожидать проблем. В прошлом году двое малышей ушли в лес лишь со второго раза, а ведь они были даже старше новичков. Ошибки воспитания в Велесе учли. При первой же возможности плик вращают кормить с рук. А потом будем сводить на нет общение. То есть там дополнительную дверь в боксе сделаем, что будем только еду, чтобы они нас не видели. В противном случае медвежатам придется остаться с людьми. И тогда их воспитанием займется лис. Спасенный от пули пес в реабилитационном центре работает нянькой. Пока его старший воспитанник Потапыч в спячке, четвероногий тренер дрессирует лисиц. Юлия Васильева, Роман Чуй, Ольга Потапенко. Вести Петербург. Из Ленинградской области.